Так, раскопки апокалипсиса. Мы идем по ним. Идем, 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 идем. За очень серьезной деталью. Друзья, это стрела. Витя уже на нее карабкается. Это в советское время, кто не в курсе, круче только космический корабль был. Волга это ни о чем было. По сравнению с этой подводной крылья. Это мечта любого лодочника советского. Это не мечта, а недостижимая мечта. Даже можно так сказать. Еханы бабай. Блин, и в хорошем состоянии еще, слышишь? Или мне кажется? Черт, как туда попасть, Витя? Мы не перевернемся? Ё-моё, слышишь? Это нормальный аппарат еще вообще. И руль есть. Мотора нет. На винт будешь смотреть? Да. Вот он уходит у нас. Это вообще идеальная тема, слышишь? Это как он для нас создан вообще. А что? Ну, вал целый, все. Раз, закрепили и поплыли. Ага. Для мегауаза, короче, мы. А щиток приборов волговский. Сейчас покажу, если не убьюсь. Друзья, это стрела внутри. Это фантастика. Это алюминий. Щиток приборов, штурвал. Все тут. Я, кстати, никогда, не помню, когда-то в детстве катали меня на такой. Или только я мечтал. У отца прогресс был. Педаль газа. Хотя у всех лодок рукой газ давался. Ну, у стрелы тут все было по-взрослому. Это такая узкая она. Ключины даже есть. Это фантастика просто, слышишь? Сейчас, сейчас, давай снизу глянем сейчас. Так, друзья, смотрите, тут задние крылья тоже. Я сейчас 2 минуты тоже. Это фантастика. Блин, лодка вообще, слышишь? Просто жалко, чем у меня сердце кровью обливается, честно говоря. Это просто бомба вообще. Она еще в нормальном виде живом. Я объехал. Где? А мешаем или что? Я объехал. А, к тебе идем. В общем, вот эту часть нам надо винт. И нам нужен вал. Посмотрите, винтяра какой. Просто. И опора эта нужна. И мы сможем сделать то, что надо. Сможем сделать вал внутри. Вот он выходит. Да, идеально, конечно, вот с этой... С двумя опорами. Ладно, сейчас разберемся. Да, такие вещи выбрасывают. Можно сказать, бесценные, которые были раньше. Ну, понятно, все. Мир изменился. Время ушло. Хотя этот аппарат сейчас сделанный. С нормальным мотором стоит... Стоит денег, мама, не горюй. А! Ё-моё! Слышишь? Вот редуктор, который тебе нужен. А, не, уже он тебе не поможет. Погнали. А зачем его разрезали? Это... Здесь работают настоящие путешествия. Это жесть. Слышишь? Мопед Карпаты. У меня был такой в детстве. Смотри, тут велосипедов. Ё-моё. Велосипед и дом. Бери катайся. Бери катайся, говорит. Да, вот такое. Такой план у нас небольшой. Да? У вас мой мешает, наверное. Слышишь? Короче, смотри. Вот тот вал, только что, который я показывал, длинный. Ну. Вот раздатка. Вон фланец вверху. Вот тут, смотри, фланец. Везде. Вот, где кардан выходит и выше фланец, видишь? Вот, вижу, пустой. Да, пустой фланец. Вот нам от этого фланца, вот этот вал надо пустить вот сюда. И вот та часть задняя, понял, которая держит его. Что будет крестной винной? Да есть у меня кусок кардана есть. А, вот. Кусок кардана сюда? Да, у меня даже крепление туда есть. Все есть уже, понял? Кусок кардана с креплением, со шлицевой. Все есть. Ну, там такая, такой, этот... Угол. Угол такой. Ну, там... Вид практически ровно будет, если через мост. Да, если ровно, то нормально. Нам просто... Если под мостом, тогда он будет в землю упираться. Не-не-не, нам надо над мостом, наверное. Нам вот тот, как раз вот тот вал, который, понял, сверху идет с креплением, вот эта опора. Она как-то специально для нас сделана. Просто надо как-то высчитать. Ну, как-то его горизонтально над мостом надо будет пускать. Ну, нет, а будет небольшой наклон? Небольшой. Но, когда заедешь в воду, мост уйдет еще ниже, я думаю. Ну, в общем, на... А, мост же уйдет ниже, не будет мешать, да? Не будет мешать. Да, кстати. В общем, где-то он вот здесь будет у нас сзади, в районе задней этой перемычки на раме. В общем, вот такая ситуация. Давайте покажу, что еще происходит вокруг. Ну, тут у нас все на месте. Бочка... Бочку не украли. На месте. Ну, это маленькая. Большие тоже есть. Еще две приготовил нам Саня. Будем рекламировать серьезное очень масло, на котором ездит Белый Волк. Которое называется Мидланд. Сейчас бочку покажу. Так, Витя чинит гольф. Привезли только что коробку. С разборки привезли, а его коробка вот. Заклинило третья, а здесь плохой диф. Сейчас надо с двух одну, Саня завтра соберет. Гольф на бляхах. Так, просто ВСМПОшные диски. Сейчас покажу. Вообще ничего. Смотрите. На одном пальце вообще ничего не весит. То же самое на мизинце можно сделать. Ну, я думаю, те, кто знает, что такое ВСМПО, те в курсе. Наверное, килограмма три, наверное, весит. Просто ничего не весит. Так, а вот эти всемирно известные бочки, на которых мы плавали. Ну, вот это масло Мидланд, Швейцария. Просто супер масло. Белый Волк ездит и не может нарадоваться много лет. Ребята бочки дали. Говорит, наклейки дадим. Сделай рекламу. Ну, да, действительно. Я просто видел мотор. Белый Волк показывал. Или кто-то из его ребят. Открывали клапан. Ну, просто в идеале. В идеале, вроде его вчера собрали. Такое впечатление на этом масле. Так, теперь и дальше у нас Витин УАЗ. Сальники меняются, потому что течет с бортовиков. Так, это для тех, кто в ТикТоке. Такого количества комментариев не писали. Не писали никогда. Я написал, что у вас на БТРовских, друзья. Мне там пишут, что за БТР. Что за это. Сейчас я вам просто покажу. Вот у меня рост метр восемьдесят. И вот колесо мне выше пупа. Чтобы вы понимали. А, проще рулетку, наверное, взять вам, показать. Для тиктокеров, которые говорят. Нет, давайте я вам сейчас еще покажу ближе. Вот тягач. Что это, DAF? DAF, смотрите. Вот DAF, сидельный тягач. Большой, серьезный, с большим баком. И вот рядом колесо. Просто, ну вы видите, да, разницу? То есть, кто сомневается, что это БТРовская, блин, тяжелая, просто нереально. Так что, сейчас еще рулетку, если найду, померяю просто диаметр колеса. Так, друзья, рулеточка. Вот, сейчас, блин. Ладно, сейчас мы так зафиксируем, вот так. И я вам покажу метр. Метр двадцать диаметр колеса. Кто сомневается, вот бочка, наверное, легче принести. Сейчас покажу рядом с двухсотлитровой бочкой, как оно выглядит. Вот двухсотлитровая бочка, так, просто для контраста. И вот колесо рядом. То есть, насколько оно выше, а бочка... И там два варианта бочек. Есть 95 и есть 88. Это 88. Ну, не важно. То есть, видно разницу. Колеса, оно просто огромное. А так, когда на видео на машине, всем кажется, что это детское. Кстати, мотор УАЗовский. Трехлитровый. Кто там переживал, что... Как он может их крутить, как он может ехать. А тут гибридные мосты стоят, кто не знает. Смесь военного с гражданским. И 21-й Волги редуктора. Ну, Волговские. Там 24-й даже сейчас, потому что более скоростные. И за счет бортовика, и за счет основного редуктора идет большое понижение. То есть, очень... Там один к девяти, кажется. То есть, за счет этого едет без проблем на четвертой, на пятой. И помню, у Макса четырехступенчатая коробка, да, на четвертой. У Макса, у Вити. Так что, осталось тут немножко починиться. Поставить винт, закрепить бочки. И можем двигаться. При поддержке вот этого масла. Диск, кстати, 18-й радиус. На этой машинке. Так, в общем, пока все. Пока все. Еще раз сходил за рулеткой. Показать вам расстояние от порога до земли. Смотрите. 97 сантиметров. То есть, ну, тут на домкрате, но оно высота, как на колесе такая же. Ну, 95, пусть будет. То есть, метр, грубо, от земли до порога. Это для тех, кто не верит, что у вас на очень больших колесах. В общем, друзья, всем пока. Подписывайтесь, делитесь. Завтра будет оффроуд, я думаю. Может, не только подсушек.